Так они семья для тебя или нет? Ну, по крайней мере, умру счастливой. И вы будете не то что свидетельницей со стороны, а вы будете действующим лицом, главным, благодаря которому мы поймаем их. Фрэнки, или Дуглас, как он себя называет, или вместе с Розенфордом, еще пара людей, может быть, даже с тобой, напали на ферму, схватили первое, что попавилось в подруг, и свалили. После этого Фрэнки в этот же день пытается продать награбленные вещи человеку. Он это делает, и потом это всплывает. Информация у полиции, теперь Фрэнки разыскивается всем городом Блэк-Отером. Так, и? И, по сути, от тебя информация никакая теперь не требуется. И ты, получается, сообщница. Не так уж ей нужна тебе. Нет, ты, получается, сообщница их. Ты, ну, смотри, если человек совершает плохие вещи, но говорит об этом полиция, и благодаря ему ловят плохих ребят, то он помогает полиции, и он, так сказать, не будет наказан. Но ты не помогаешь полиции, ты просто совершаешь вещи, ну, я понимаю, для чего, и ты хочешь собрать денег, но это плохие вещи. То есть ты не хочешь еще одну проблему создать, правильно? Нет, я абсолютно сейчас тебе даже не угрожаю. Я просто к тому, что если когда их поймают, а их поймают, и они скажут на допросе, кто с ними был, и они назовут твое имя, ты будешь за решеткой. Я поняла. Вопрос в том, кто первый раз колется. Ты на это намекаешь? Ну, получается так. Как ты думаешь, когда их поймают, то что они будут говорить? Насколько вы с ними дружны? Ни на сколько. Неужели они не расскажут про девушку, которой нужно выкупить себя и у мексиканцев, поэтому она делала для этого все, что угодно, поэтому она придумывает планы по грабежам ферм жителей города, которых она знает, и за которыми может следить в городе. Как удобно. Да. Это сейчас я не думаю, что я буду так говорить. Я просто к тому, что я предполагаю, что они скажут. Ни что угодно, конечно, могут сказать. Как думаешь, почему они продали, начали продавать в этот же, после ограбления в этот же день редкий медный котелок, который во всем городе, да и в ближайших штатах его вообще нигде нет, такого не найти. Но они сразу начали продавать. Нет, ты подумай, потому что у них есть, наверное, козел отпущения. Не исключено. Ты уверен, что они тебе преданы так же, как ты преданы им? Я им не предана. Мне просто... Ну, ты будешь ими преданы. Ты вообще знаешь, как я к ним попала? Как? Ну, на меня наставили ружьё, и у меня выбора не было. Или я да, или нет, и в Канаве остаюсь, понимаешь? Так. И в этот же день меня называют семьёй. Как можно наставить оружие, не предоставляю никакого выбора, а потом говорить, что мы семья? Не знаю. Это я не знаю. Так они семья для тебя или нет? Они для меня способ заработка. Но заработок у вас как-то не идёт, да? Ну, пока благодаря одному из них у меня появилось задание со звездой. Если бы не они, его бы и не было. Да, только они тебе не помогают в этом? Нет, но, по крайней мере, у меня есть информация теперь. Через осы их слов или всё-таки ты говорила с этим Эллом Брауном? Это я с ним ещё не говорила. И, если честно, не знаю, может быть, он не понял, какой конкретно суммы, какой конкретно сумме речь, так что можно даже ещё и не согласиться ни на что. А, то есть тебе даже точной информации нет? Нет, мне нужно с ним лично говорить. Ты в жопе. А я тебе о чём говорю? Так, попытайся себя хоть вытащить оттуда. Как? Допустим... Вот, для начала возьми. Ладно. Для начала, если мы их поймаем и ты будешь ну, их посадят при условии, конечно, если это они совершали всё, если их посадят и ты будешь, я скажу полиции капитану, что ты была главным звеном, благодаря которому мы их схватили и благодаря которым, благодаря информации которого ты, они были пойманы, тебя ждёт вознаграждение и я думаю, неплохое. Какое вознаграждение? Слушай, ну, не знаю. Сколько у тебя сейчас денег есть? Доллар. Это все твои накопления? Это все мои накопления, потому что мои накопления, они как только накопятся, приходит мексиканец и говорит, дай мне 15 долларов. Сей, уже секунду. Подожди, это не идёт в счёт выкупа твоего? Может и идёт? Но я без понятия, считает ли он. Ты хочешь съездить сейчас, узнать, какая сумма тебе нужна для выкупа? Мне кажется, тебя просто вводят за нос, чтобы ты была бесконечным, так сказать, у них рабом. Они тебя не отпустят просто так, если они тебя постоянно увеличивают цену выкупа. Я в последний раз, когда с ними виделась, я слышала сумму 500. Это, ну, ты кого-нибудь знаешь, кто владеет такими деньгами? Банкер. Да безумные деньги. Я склоняюсь к тому, что склоняюсь к вечным бегам, если честно. Ты можешь сесть на корабле мистера Портера, мистера Прайса, и он тебя отвезёт, допустим, в Роудс, там Коди, или в Сен-Дени. Если я куда-то и сяду, то на корабль человека, который меня не знает. Хотя бы примерно. Вообще, не хочу не хочу, чтобы хоть одна живая душа в этом городе знала, что ты куда и уехала, понимаешь? Хорошо, давай подытожим. Тебе нужно выкупить себя, но с каждым разом, ну, уже как минимум один раз у тебя цена выкупа увеличилась. И у тебя забирает какой-то мексиканец деньги, но не факт, что они идут в счёт твоего выкупа. У тебя в данный момент один доллар, ты связана предположительно с преступниками, отказываешься говорить информацию полезную для полиции, которая может оказаться полезной для полиции, и надеешься как-то с этим выжить. И не сесть в тюрьму, и не быть повешенной, и выкупить себя ещё. Да, баллоны большие у меня. Ну? Просто не сожжаю им сбыться. Надо поговорить с Эллом Брауном. А, да. Ну, мне кажется, если он тебе заплатит тысячу долларов, ты принесёшь им все эти деньги мексиканцам, они тебе скажут нет, две тысячи теперь давай. У меня какое-то такое предчувствие. Я не знаю, если это, Господи, если это так будет, я бы хотела вонзить нож в горло тому человеку, который это скажет с южа секунду. Конечно же, я с южа секунды тоже умру, но, но, по крайней мере, умру счастливой. Вот уже правильное настроение, Иринор. Надо бороться за свою жизнь, а не подстраиваться под тех, кто тебе, у тебя эту жизнь пытается управлять ею. Сначала мексиканцы твоей жизнью управляют, потом люди, которые наставляют на тебя ружьё и заставляют работать вместе с ними. Я бы хотела для начала хотя бы с этим доктором увидеться. Ну, могу тебя сопроводить в... туда. В Жаннезбург? Да, недалеко от Анезбург. Ну, как недалеко, на самом деле довольно далеко. Занимает много эта дорога. Я знаю, я там уже был недавно. И да, определим, тебе нравятся вообще вот эти вот бандитские вещи, вот эти вот все. Нет, мне не нравятся эти вещи. Ты хочешь быть честным, порядочным человеком, который живёт и зарабатывает честным трудом, верно? Я просто хочу свою жизнь обратно. Может быть, я просто хочу метать грёбаные ножи в цирке. день. Ну, так возьми это в твою жизнь и всё. Хорошо, я хочу поговорить с доктором. А потом... А потом пойму, что делать дальше. Договорились. А ещё, эти ребята Фрэнки, Розерфорд, Фишер, они, кроме как палаточного лагеря, где ещё у них они базируются? Не знаю. Честно, не знаю. А у них есть вообще такое место? Ну, я с ними только в лагере встречалась в палаточном больше нигде. Понял. Ладно, Элинор, подумай. Если нужно будет поговорить с врачом и нужно будет сопровождение, поедем. Пока в городе сейчас спокойно. Последние дни. Значит, поедем. Ну и да, хочу предупредить. Если каким-то образом ты предупредишь их о том, что их ищут, то я вряд ли смогу чем-то помочь так и себе уже. И у меня тогда вопрос. Если, если я что-то рассказываю, как полиция может меня защитить? Как, да. Переставить себе какого-нибудь маршала или не маршала, а комиссара, который будет тебя сопровождать либо нового места твоего жительства, либо в принципе, пока ты будешь находиться в городе, будет следить за тобой, чтобы с тобой ничего не произошло. Если что-то будет происходить, а это будет, если, допустим, нападение или похищение, это уже незаконно, соответственно, будут предприняты все меры, чтобы тебя освободить. Я поняла. Ну и плюс не забывай про награду за информацию и за твою свободу, потому что, как ни крути, если ты что-то совершала противозаконно, они про это скажут, то, ну, ты виновна, а если ты будешь виновна, но потому что ты помогала этим полиции, то с тебя все обвинения снимут. Ты тоже озвучила, я поняла. Да? Я поняла. Слушай, а где они награбленные складируют? Неужели в палаточном лагере? Награбленные. Угу. Не знаю, все награбленные обычно по рукам расходятся и нигде не хранятся. Угу. То есть, все-таки ты в курсе этих дел? Они, кто-то говорил, что ты не знаешь, чем они занимаются и что у них там происходит? Вот видишь, я же не знаю, где деньги хранятся. Может, они где-то и хранятся. А у них еще деньги где-то могут храниться награбленные? Ажи, говорю, я не знаю. Так узнай. Потому что у меня деньги, если они и появляются, они сразу исчезают. Узнай, где они хранят деньги, если при их, так сказать, когда их будут ловить, найдем какой-нибудь стойничок, то это все будет твое. Ни в одном из стойничков не будет столько, сколько мне нужно. Да я понимаю. Да тебе, даже когда будет тебе столько нужно, тебе не будет не хватать все равно. Я же тебе говорю, я знаю, как Дель Лобус будут действовать. Они увеличат, они поймут, что ты способна приносить 500 долларов. 500 долларов. Просто ты либо решаешь уйти от них сейчас, пока не натворила больших дел, либо ты будешь решать уйти от них, когда они скажут, что тебе нужно будет заплатить 3000 долларов. и тогда у тебя будет, ты будешь в той же ситуации, что и сейчас, но уже с большим грузом преступления, так сказать, на плечах. Да, этот груз уже и так слишком велик. Слушай, а в бухте воров не говорили, не давали задание красть лошади? Лошадей? Да не... Что-то я такое на самом деле слышала, но... Но не знаю, осуществилось ли. А что такое? А что слышала? Ну, разговор про некий... некую лошадь шел в бухте, но это было, знаешь, не ко мне относилась, и я особо и не прислушивалась. Лошадь шел? Что-что? Про какую лошадь говорит? Ну, да, то есть ты не знаешь, у кого, да, просили о ней украсть? Не уверен, если честно. Просто пропали лошади у мистера Грея и у мисс МакАлистер. Видели человека в черном, в черной маске, в черной куртке, в черной шляпе, с черной бородой? Угу. Никто... Нет? Никого мне не напоминает ли перед Мишей? Ну да. Меня? Ну, у тебя есть, конечно, бородов с этим приклеили, не приклеили, Лейла? Ну, нет. Как бы... Ну, как? Это может быть кто угодно в черной одежде. Ну, что за описание? Да я понимаю. Нет, ну, может быть, я к тому, что пропадают лошади, появился конократ. И если это опять делишки бухта воров, то это еще больше будет повод полиции предпринять все действия, чтобы их там всех устранить, в общем-то, поэту проблему. То, что я слышала про бухту воров, такая-то то, что они не трогают тех, кто не трогает их. Угу. Это может быть не по их заданию, но просто какой-нибудь залетный конократ может продать там свою лошадь. Чужую. Понял. Хорошо. Пора что-то делать с своей жизнью, Ленар. У тебя два варианта. Продолжать копить деньги и лезть во все авантюры, в которых ты можешь погибнуть, и тогда тебе бесполезно все это. Либо попытаться освободиться от этого, и так же, ты так же рискуешь жизнью, но, по крайней мере, ты останешься честным человеком. Ты хочешь, чтобы я опять поломала голову над твоими, над твоей вот этой моралью? Конечно. Просто, если ты выберешь второй вариант, где ты даешь отпор бухте воров, в этом варианте я смогу тебе помочь. И полиция сможет тебе помочь, и весь город сможет тебе помочь. А в другом варианте тебе сможет помочь, только ты сама сможешь помочь. И все. Потому что твои напарники, так сказать, они уже показали себя, что они тебе мало ли, что не говорили, что они твоя семья, но они тебя, во-первых, насильно заставили на них работать, во-вторых, они отказались тебе в маломальской опасной ситуации, помочь. Здесь их можно понять. Как бы они... Ну да, а как думаешь, они... их можно будет понять, если они от тебя откажутся, или выбросят тебя на съедение города, повесив на тебя все обвинения? Главное, что поставить себя. Ну вот. Все может быть. То есть, получается, в одном варианте весь город против тебя, а в другом варианте весь город за тебя. И мне кажется, тебе надоело уже жить так, присмыкаясь перед бухтой воров. Определенно. Вот что-что. А это точно надоело. Вот если бы я был на твоем месте, все еще вам мексиканца, который подошел бы к тебе и сказал давай мне 15 долларов, я просто привязал бы в переулке и пошел дальше. Если бы он был один, возможно, да. Ну, они всегда в пары ходят, как минимум. Ну, я уверен, ты справишься. Ну, в общем, ты поняла, к чему я клоню. Да. Думай, Элинор. Опять думать. Опять думать. Ух, опять задачки какие-то сложные. Если разберемся с бухтой воров, то и тебе, и долго твоего не будет. Ну, в любом случае мне нужно будет как-то менять имя и внешность. Это... Конечно. Конечно. Так уже не похожишь в черной одежде и в штанах. А, да-да. А, ну да, и еще. Тех, кого ты покрываешь, это преступники. Преступники. Да, представь себе. А преступники никогда ничем не... В общем, плевать на все. В том числе на друг друга. Любой... Ну, я тебе уже сказал, что, да. То будет, если их схватит, они что-то скажут. Мне не нужно об этом говорить. Я просто хочу, чтобы ты поняла. Я поняла. Все? Хорошо. Здравствуйте. Павел, здравствуйте. Могу я вас расспросить о городе? О, мисс, вы... Недавно в городе, да? Можно и так сказать. А как вас зовут? Мисс Гран. Гран в вашем слоган. Имя Сибилла. Хорошо, мисс Гран. Тут такая традиция, Тот, кто приезжает в город, он угощает меня бурбоном. За какие-то определенные заслуги? Да. Можете их озвучить. Я... Лучший в этом городе... Мистер Кэссиди? Мистер... Нет, нет. Ну, если вы лучше уже хоть в чем-то, то, пожалуй, это стоит отметить. Я лучший в этом городе... пиватель бурбона, вот. Что ж, пожалуй, вы можете это продемонстрировать. Да, давайте, да. Знаете, я придумал. Первый бурбоновский друг. О, хорошо, да. Самый первый бурбоновский друг. А, насколько у нас так и не появилась бармена, вероятно, с этим возникнут проблемы. Мистер Холл? Мистер Холл отдыхает. Мистер Холл отдыхает. Мистер Бармен. Ладно, что ж. Вот, сейчас мистер Бармен подойдет. Ага. Самого великого... Спасибо, спасибо, мисс Гран. А вы... Стакан 20 центов. Бутылку. Вы уверены, что вы справитесь с ней? Он справится. Тут я могу сказать правду, он справится. Вы так говорите, как будто после этого бывают некоторые сложности. Не у него. Не замечал. Не у меня. Стоит бежать, как будто с вами. Не-не-не. Просто риск к нему не подходить. Я понаблюдаюсь далеко. Спасибо за совет. А, мисс Гран, а вы проездом или на совсем суда? Планирую проездом, если у меня получится. О, а чем вы занимаетесь, если не секрет? Жду полицию. О, а что, у вас пропал конь? Или что? У меня пропало семь человек. И дилижанс. И, пожалуй, их жизни. Если они когда-либо мне принадлежали. У вас что? Напали. Большой беда, сэр. Да, у Бурбона. Спасибо. Вы его намерены распить здесь? Не знаю, не уверена. Мне пока что вы сказали про семь человек, и как-то перехотелось пить. Ну-ка, пройдемте обратно? Надо написать тогда расчет сейчас весьма. Вы намерены отстать, и мне нужно найти какое-либо место, не слишком близко. Я забираю, что мистер Фарет ты будешь сейчас. А я пока сейчас не буду пить, пересаживайтесь. Вы меня успокоили. Так, значит, а где у вас пропали люди? рядом с городом? Где-то в лесу. Со стороны стробери? Не уверена, что могу вам правильно ответить, я не знаю, что это за. А вы были среди них, или к вам должен был приехать кто-то, ну, то есть... Нет, я была непосредственно в самом дилижансе. Как вам удалось выбраться? Охранники помогли. Они вовремя заметили нападавших, открыли дверь и сказали бежать. Они правильно поступили. Так, понятно, и теперь вы ищите полицию, чтобы, ну... Сообщить хотя бы о трупах на дорогах, что-то ведь стоит с ними сделать. А там уже трупы на дорогах? Что говоришь, мужик? помочь стать. После мертвых людей остаются трупы, насколько мне известно. Вы же знаете, что они трупы, да? Давайте, да, я помогу. Я... Ну, если честно, я не могу быть в этом уверена, верю. Я же убежала. Ну вот, да, я просто хочу понять, вы видели это и как их убивали или нет? Нападавших было много и убивали они достаточно красочно, как бы сказать. много крови, не крови лишились внутренности. Так, все, спасибо, сейчас, так я понял, можно не описывать. Вы, видели это все? Как вы, только самое начало? Думаю, если бы я захотела увидеть больше, меня бы здесь не было. Да. Так, получается, получается, вы убежали, но в то же время смотрели и получается, трупы... это были мексиканцы на вас на паре или они были в масках или было непонятно? Не совсем понятно была ночь. Ну, были и маски, и шкуры. Вот из охранников сказал, что это были индейцы, но могу точно сказать. Шкуры, в смысле, накидки на плечи или... и на плечи, и на бедра, и везде, где только можно. Это Сегран, по-моему, ребята. Так, и получается, 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 вы от нас спаслись, и... Просто полиция вряд ли поедет расследовать, потому что, если это было в лесу, а это, скорее всего, ну, то есть, далеко от города. Это не касается дел полиции. Замечательно. Это лес либо со стороны Манзинита пост, либо строго. Ну, вот, да, поэтому... А мы их тоже должны это расследовать в таком случае. Никто получает. Стоит оставить людей лежать там? Или индейцы, если это были, они справятся с телами? Не знаю. Пусть идут на палатке. В городе, кто может вам помочь из... в смысле, городских. Ну, да. То есть, не больницы. Здесь есть кто-нибудь, даже не знаю, кого спрашивать, гробовщика или... Да, просто людей скорее, которые пожелают вам помочь. Мистер Кассиди, вы поможете? Ну, я не против, конечно. Если будут еще люди... люди по-моему, поехали на охоту за медведем. Много людей туда поехало за медведем. Ой, по-моему, человек 5 или 6. Большое должно быть медведь. Действительно большинство, там размером с дом практически небольшой домик я тоже встречался с ним в разу. Вы его видели? Да, мы от него даже еле ускакали на конях. Вам повезло, такой поворотливый и можно между деревьев проскакивать. А вот он не сможет. А вы запомнили место, где это было? Нет, кажется, не запомнила. А как вы тогда собираетесь туда поехать? Я не знаю, сэр, честно, я не знаю. Я просто не представляю, что сейчас делать. А если мы проедемся, может, вы примерно вспомните про окружение? Можно, конечно, попытаться. Может, вы пишите место? Я неплохо знаю местные леса. Я могу описать только одним словом. Это был лес. Ну, и дорога в лесу. Ну, да, немного сужает до дорог. В лесу. Я на самом деле не против попытаться их найти. Но не уверены, что смогу. Как-либо определить место? Когда вам нужны охотники, следопыты, по поводу охотников надо мистера на это у нас охотиться. Тут скорее к следопытам. Я тоже охотник, но я описание дорога в лесу не очень много мне дает. Я знаю много дорог. Я тоже как иголку с сеги сена искать. В таком случае, господа, может, вы подскажете, где искать мистера Найта? Я правильно расслышала? Да, мистера Найта. Он здесь обычно бывает в салоне в коричневом пальто. Вряд ли в общем, если мы его увидим, мы с вами познакомим. Благодарю вас, господа. Да, прошу меня простить, нужно отлить. Всего хорошего. Я так понимаю, решила уединиться с бутылкой? Мисс Мальбора? Да. О, вы мне нужны. Внимательно вас слушаю. Вы же пишете книги? Почти. А что? А какие у вас истории? Вас же разные истории интересуют? Не только по загадочниках? Я в основном пишу истории про путешествия и в основном про свои. Прекрасно, прекрасно. Пойдемте, сейчас вы привяжете вот к той коновязи свою лошадь и мы с вами пообщаемся. лошадь. Продолжение следует... Продолжение следует...